очень рада вас видеть да да здравствуйте меня слышно видно и видно и слышно прекрасно хорошо я начинаю презентацию добрый день всем показываю где у тут мой экран с минуточку вот видно мой экран да да я начинаю с вашего позвольте сегодня моя презентация не клинического такого свойства я решил обратиться немножко как экономической стороне вопроса потому что многие из тех методик которые сегодня прекрасно были доложены будут невозможны без использования без приобретения современных расходных материалов с чем часто бывают проблемы хирурги вынуждены отказываться с учетами экономия каких-то время от материала что приводит к приятным результатом и размеры сетки и покрытия и фиксаторы и так далее да то есть когда вы экономите то далеко не всегда вы можете получить хороший клинический результат и начиная свою презентацию я хотел бы сказать настроить слушателей на такой философский лавка в плане что как вы знаете есть такое понятие как бритва акама были макам монах предложил такое изречение что не нужно умножать сущности без необходимости излишней и создавать лишние сложности все достаточно просто вот в нашей гернеологии несмотря на сложность операции в общем большом все достаточно просто и не нужно придумать каких-то лишних ходов которые могут являться ну избыточными а сейчас мы возьмем статистику по грыжам до чтобы понять насколько это важная проблема действительно еще раз напомнить об этом точнее значит порядка трех-четырех процент бросил население живого шара имеет грыжи вентральные грыжи это примерно 20-25 процентов общего числа хирургических стационаров числа топаховых грыж это 65 до 80 процентов общего числа грыж всех известный факт вот если мы возьмем статистику по странам в сша это 70 700 тысяч операций во франции 110 тысяч операций в литвобритании 80 тысяч операций в россии около 200 тысяч операций по докладу нашего главного хирурга россии как раз за девятнадцатый год эти цифры взят оттуда к сожалению они не всегда соответствуют друг другу но примерно такая же ситуация бы обратил ваше внимание на то что соотношение плановых и экстренных операций в развитых странах составляет порядка 15 к одному да у нас это соотношение гораздо ниже что говорит о том что популяция в целом не санируем не санируем и поэтому как для нас для гернеологов достаточно большое еще имеется объем работы а вот если мы возьмем анализ опять же соединенных штатов правильно восемнадцатом году да значит что что из себя представляет пациент с грыжей до чаще всего это женский пол до возрасте около 60 лет до в америке по большей части это покрывает страховка медике или частной страховкой вот и значительный рост с точки зрения как мы говорим экономической нагрузки на здравоохранение по отношению с 7 11 года четыре года существенное повышение стоимости затрат до седьмом году видите сорок четыре с половиной тысячи долларов в одиннадцатом году это почти 61 тысячи долларов и в этом году да уже 99 лет назад общий за сразу хранить на лечение грыж сша составили 7,3 миллиард долларов то есть это огромный рынок и вот в нашей стране я думаю тоже достаточно прилично учитывая что население нашей страны примерно в два раза меньше чем в сша вот операции мы делаем примерно в три раза меньше то есть здесь как бы ситуации тоже примерно сходно а все мы знаем преимущества минимально инвазивных техник которые требуют как раз наибольшего на больше затрат с точки зрения расход материал естественно это интероперационные потери меньше и скрытые дефекты и инфекции раневой в разы меньше как уже упоминалось неоднократно сегодня меньше продолжить госпитализации повторных операций раньше возврат к труду так они эти места позади статистику месяц меньше четверти пациентов оперируется с использованием ЛАПРа эндоскопическая технике сейчас я именно употребляю термин лабры эндоскопической да потому что сейчас это такой термин внедрился потому что их сеть опираться endroit скопический как понимаете они бывают интер ст и целей так называемая операции когда создается искусственные полосу брюшной стенки эндоскопически там работают. Поэтому лапароэндоскопический термин, с моей точки зрения, является более корректным. Почему же такое небольшое количество операций выполняется? Значит, и в качестве иллюстрации к этому, опять же, из доклада Ревишвили, мы можем что? Почерпну, что 203 тысячи планов операций по поводу вентральной грыжи всех локализаций. Лапароскопическим дозом оперировано только 7,9%. Всего 16 тысяч пациентов. Если мы говорим про паховые грыжи, это 10,5%. Если мы говорим про первичные вентральные грыжи, это 3,8%. А если мы говорим про послеоперационные вентральные грыжи, это вообще 2,7% всего. То есть по отношению… Это примерно в 10 раз меньше, чем в развитых странах. Безусловно, причиной этой является значительная степень экономики. Мы опросили 36 хирургов из 13 городов России. Вот здесь показаны, кто эти хирурги, откуда, из каких они городов. Группа примерно в среднем возрасте около 42 лет. Старший работает в среднем около 17 лет. И количество ежегодно выполняем герниопластик, видите, от 20 до 800. То есть хирурги разного уровня технической оснащенности. Задали им вопрос относительно того, каким способом они выполняют паховую герниопластику. 66% – открытые пластики с сеткой, 8% – это местные ткани, и 26% – это минимальные инвазивные операции. Следующий задал вопрос, что происходит с другими первичными вентральными грыжами. Значит, опять же, открытые способы с использованием сетки почти 70%, местные ткани – 17% и минимальные инвазивные – 14%. И после операционной вентральной грыжи тут ситуация открытые способы 70%, лапароскопические способы около 30%. Причем, должен сказать, что эта выборка, она не средняя по России. Вы видели, по России в среднем цифра гораздо хуже. Это люди, которые, в общем, имеют доступ к закупкам современных расходных материалов, так сказать. Потом мы этих людей спросили, почему для лечения пахового граша вы не используете минимальные инвазивные методики или делаете это редко? И вот, что ответили люди. 55% – дорогие расходные материалы. Недостаточно опыта – 33%. Здесь достаточно большое тоже есть поле деятельности для гернеологов, чтобы научить этих хирургов оперировать лапароскопически или эндоскопически. И 12% ответили, что нецелесобрал. Про послеоперационные грыжи – тот же самый вопрос. 58% – дорогие расходные материалы, 36% – недостаточно опыта, 6% – нецелесобрал. То есть все упирается в значительной степени. Хирурги хотели бы научиться, хотели бы работать, хотели бы оперироваться эндоскопически и с использованием современных технологий, но в значительной степени все это упирается в дороговизну расходных материалов, то есть, по большому счету, в дешевизну тарифов на лечение этих больных. Прежде чем в регионах, как вы знаете, в Москве этот вопрос в значительной степени решен усилиями главных хирургов Москвы и многих других специалистов. Вот сейчас тариф в Москве позволяет эти операции делать эндоскопически, позволяет покупать композитные сетки, фиксаторы и так далее. Во многих других регионах, к сожалению, нет. Таким образом, помимо опасений чисто клинического свойства, мы сегодня их не обсуждаем, эта тема немножко другая, сейчас выходит на первый план стоимость расходных материалов. Если посмотреть литературу зарубежную, достаточно немного работ существует по оценке именно экономической эффективности. Есть достаточно любопытные исследования. Вот исследование 2018 года, которое говорит о том, что при двусторонней паховой грыже лапароскопическая операция, вот в варианте ТЭПП, более экономически эффективна, чем открытая операция Лихтенштейна. Есть много причин этому. Как вы знаете, двусторонняя паховая грыжа – это одно из основных показаний к выполнению лапароскопической операции. Здесь как раз очень много есть факторов того, почему это дешевле. В значительной степени это дешевле, потому что нет периода простой операционной. То есть, когда мы работаем лапароскопически, из тех же самых тракаров мы работаем в обе стороны сразу. И нам не нужно перекрываться, нам нужно снова обрабатываться, делать анестезию, делать новый разрез и так далее. То есть, это одно из важных моментов. И то же самое утверждает и канадское исследование. При двусторонней герниопластике статистические различия стоимости межуоткрытой лапароскопической операции нет. Учитывая плюс лапароскопической операции, о которой мы уже сегодня упоминали, конечно, она предпочтительна. Значит, вот очень интересное исследование. Буквально вот только-только в 2020 году, в Сёджи-Коландоскопе было опубликовано. Это исследователи из Голландии, возглавляемые бывшим президентом Европейского общественного хирурга Банниром. Они взяли основные гайдлайны. Взяли гайдлайн ЕАЭС, Европейского общественного хирурга, взяли гайдлайн Европейского общества герниологов, Американского общества герниологов и Азиатско-Техокеанского общества герниологов. Вот эти четыре документа они взяли, собрали экспертов и провели так называемое консенсусное голосование. То есть они выделили все, так сказать, ведущие основные утверждения из этих вот руководств и попросили экспертов проголосовать. И считалось, что консенсус достигнут, когда имеется 70-процентное согласие. Так вот, если мы возьмем несколько высказываний, в данном случае с точки зрения экономической эффективности рекомендуется лапароскопическая и лапароскопическая бахуэр-герниопластика с минимальным использованием расходных материалов в условиях однодневного стационара. Консенсус почти достигнут, 69%. То есть что имеется в виду по минимальным использованию расходных материалов? Это бесфиксационные пластики. Мы знаем, что их можно использовать не только с использованием каких-то клеющихся сеток или фиксирующихся сеток. Можно просто брать большую площадь сетку и выкраивать ее соответствующим образом. Она будет неплохо фиксироваться, тем более, если она контактируется с мышечными структурами, хорошо проснабжаемыми, таким как и лепсоус. И ушивать, допустим, дефект брюши наручным швом. Это позволяет минимизировать затраты на лапароскопическую паховую герниопластику. Следующее высказывание. У мужчин с первичной односторонней паховой грыжей рекомендуется лапароэндоскопическая техника из-за меньшей выраженности частоты после операционных хронических болей. Вот впервые в гайдлайнах появилось это утверждение касательно первичной односторонней грыжи у мужчин. Мы все время говорили, до этого я вам показывал несколько работ, где утверждение дается с точки зрения двусторонней грыжи. Здесь это впервые односторонняя грыжа, причем именно подчеркивается, что это с точки зрения хронической боли. Консенсус 73%. Если мы говорим, опять же, по преимуществу эндоскопической пластики, которую следует учитывать в экономической ситуации, мы должны понимать, что в разы меньше тех самых неблагоприятных событий с точки зрения в области операции или раневой инфекции, или то, что называют ИОХВ, или ССАИ. При лапароэндоскопической технике этих осложнений меньше, как же Валерий Николаевич говорил, в том числе, практически в 3 раза меньше этих осложнений. А если посчитать вентральные герниопластики, то герниопластики без раневых осложнений обходятся в 30-1000 долларов, а с раневыми осложнением в 55-1000 долларов. То есть почти по счету в 2 раза 70% праздница. Это достоверно. То есть, опять же, применение эндоскопических техник требует от нас более дорогослойчих расходников, но позволяет экономить на лечении в частности раневых инфекций очень приличный день. Это и работа перевязочной, работа перевязочной сестры, это антибиотики, это перевязочные средства и многое-многое другое. И увеличение продолжительности стационарного лечения. Поэтому если мы все это сложим, то получается, что стоимость законченного случая, законченного случая эндоскопической операции, она или равна, или меньше, чем стоимость законченного случая при лечении пациентов открытым способом. О чем говорит нам несколько статей, опять же, зарубежных, которые говорят о том, что IPOM имеет достоверно меньшую стоимость через год после операции, если суммируется затрат. Также очень важно, что стоимость лечения рецидива после открытой операции выше, чем после операции IPOM, потому что если вы лечите рецидив после открытой операции, существенное время, усилия и также осложнения связаны с гизиолизисом, связаны с течением старой сетки, то есть со всеми, опять же, этими родевыми последствиями, чего после лапароскопической операции нет чаще всего. И опять же, вот есть испанская еще одна работа, она не переведена на английский язык, только абстракт. Я, к сожалению, испанского языка не знаю, но тем не менее, в абстракте было сказано, что IPOM может сэкономить до 1200 евро на каждом пациенте. Ее следует считать рентабельным подходом. В России, к сожалению, эти исследования не проводились. Ни одной статьи я обнаружить не смог. И давайте мы посмотрим еще на стоимость. Многие говорят, вот мы тут уже несколько раз упоминали про технологии E-TEP, да, и технологии IPOM. Вот если мы возьмем две эти технологии эндоскопические, первая из них интерстициальная технология E-TEP, подразумевает работу в пространстве ретромускулярном, и лапароскопическая операция IPOM, как вы все знаете, эту установку, сетку интерфрюшин. Многие из апологетов E-TEP, я сразу скажу, что я не являюсь противником E-TEP, я сам использую эту операцию тоже, то есть, ну, предстоит еще выяснить достаточно много относительно нее, вот, но тем не менее, многие из апологетов E-TEP говорят о том, что эта операция существенно дешевле, поскольку она позволяет использовать непокрытый протез. вот я здесь привел расчеты, которые я сам лично сделал, по стоимости. Обратите внимание на то, что оптический дракар используется четыре раза, то есть, это я не говорю о том, что он используется один раз, он стоит там 6,5 или 7 тысяч, может, даже больше, вот, и энергетическое устройство типа гармоника тоже используется четыре раза, то есть, это одна четвертая часть стоимости этих расходных материалов, да, то есть, мы всегда говорим о том, что мы перестерилизовываем, да, это всегда так, и что получается, что стоимость этих расходных материалов на эти операции примерно одинаковая, примерно, разница очень небольшая, несколько тысяч рублей, поэтому аргументом E-TEP считать аргументом то, что эта экономическая операция более выгодна, нельзя, вот, и поэтому тариф на эндоскопические операции, что лапароскопическая АйПОМ, что E-TEP, что лапароскопическая ПАХУГРН, надо рассматривать в едином ключе, да, нельзя говорить о том, что мы даже делали перекос в сторону какой-то пластики, да, для того, чтобы, для того, чтобы удешевить ее, вот, ну, во-первых, сейчас еще, перед тем, как благодарить вас за внимание, хотел показать, вот, мы разработали техническую карту тарифа, да, вот, наша, наша группа, такая инициативная, мы разработали технологическую карту комплекса медицинской услуги, пластикой передней брюшной стенки с использованием видеоэндоскопической технологии, это большая, да, это большая работа с указанием всех классификационных индексов, вот, и с указанием различных расходных материалов, и прям все, все, все досконально, как вы видите, то есть этот тариф готов к тому, чтобы его показывать и отстаивать уже с документами в руках, отстаивать необходимость повышения этих тарифов в регионах, в том числе, вот, и то, что мы почитали, в среднем такой тариф обходится порядка 100 тысяч рублей, да, 100 тысяч рублей, я не знаю, что будет с экономической ситуацией, вот, в условиях коронавируса после него, сами понимаете, скорее всего, здравоохранения не будет в самом лучшем положении, но я считаю, что задачи герниологических сообществ, задачи экспертов, которые этим занимаются, да, является прежде всего улучшение результатов в лечении, а его можно достигнуть только, если вы имеете современные расходные материалы, ну, обучение-то отдельная совершенно тема, я сейчас ее не затрагиваю, но вот если тариф поднимется хотя бы до 100 тысяч, то мы сможем себе позволить и учить хирургов нормальным образом, и, соответственно, гарантировать более-менее какие-то, ну, приемлемые результаты, да, если, да, я благодарю за внимание. Итак, вы пропагандируете мини-инвазивный доступ при лечении послеоперационных грыж и обосновываете это эффективностью финансового. Вопрос, если первичная операция сделана, так как у нас часто бывает, с применением ВАЛСАНа, если у вас есть контаминированная рана, вы будете ее иссякать, или же вы просто в апараскопическом поставить айпом-сетку, оставив всю эту процедуру на потом? В эти ситуации такие больные сложные, и здесь решение должно приниматься индивидуально, все зависит от того, насколько это глубокая, во-первых, инфекция, если это поверхностная инфекция, находящаяся в подкожной клетчатке, вот с лигатурами, наложенными на передний листок, а по неврозу, допустим, да, где понятно, что брюшная полсинтактна, тогда, конечно, возможно, сначала закрыть дефект изнутри, зайти со стороны чистой зоны, закрыть дефект изнутри, а потом, когда сетка уже интегрируется, где-то через несколько месяцев, сделать такую санкцию. Если у пациента, допустим, свищи, гнойный процесс, который существенно сказывается на его самочувствии, у него хроническая интоксикация, допустим, и за счет этих процессов, то, конечно, нужно делать сначала санкционную операцию, вот, санкционную операцию первым этапом, допустим, без какой-либо пластики даже вообще, просто пациент оставить на бандаже на несколько месяцев и потом уже решать вопрос о том, каким способом его оперировать, частично эндоскопически, с использованием, может быть, эндоскопической передней сепарации, вот, или с использованием каких-то других вариантов, да, здесь зависит много от общего самочувствия пациента. Спасибо. Еще такой вопрос, вот вы сравниваете ЕТЭП и АйПО, и говорите, что между ними практически нет разницы по финансовым составляющим, но есть работы, которые говорят, что собой расположение сетки выгоднее, чем расположение сетки интерпретониально, ваше мнение по этому поводу? Знаете, на самом деле, я много-много-много докладов по этому поводу делал, вот, эта тема достаточно серьезная, в двух минутах ее не скажешь, но в среднем что могу сказать, что вот если мы все вот эти вот страшилки, фотографии, которые показывают хирурги, где там ужас-ужас, там сетка приращена к кишкам, и все это, во-первых, очень редко, это очень-очень редко бывает, да, и вот я даже последний доклад делал на конференции ФМБА, была конференция 28 марта, как раз так у меня критический там был доклад, и я просто проследил даже, вот приходит ко мне на рецензию статья, журнал доскопической хирургии, статья по ЕТЭП, и там указывается, что, значит, вот ЕТЭП дает, то есть, айфон дает большое количество сложнее, связанное с там, врастанием, врастанием, с вещами, и дается ссылка, ссылка на какую-то работу, я эту ссылку просто проследил, да, вот, выясняется, что-то ссылка начала 90-х годов, где описано три случая использования непокрытой полипропиленовой сетки, понимаете, вот и то, что Сметанский показывал с точки зрения физиомэш, это больше всего касается конструкции сетки, поэтому здесь надо четко определяться, я сторонник того, чтобы разграничить показания, я не сторонник того, что всем подряд айфон, и не сторонник того, что всем подряд ЕТЭП, надо четко разграничить показания, чего пока не сделан, потому что ЕТЭП имеет еще пока крайне малую доказательную базу, всего 18-20 статей опубликовано по ЕТЭП с 2002 года, это тоже о многом говорит, согласитесь, вот, эта операция неоднозначная, достаточно сложная, она хороша по определенным показаниям, но надо собираться и сделать тоже консенсус, конференцию какую-то, соответственно, указывая строгие показания к тому или иному методу. спасибо, спасибо, Николай Львович, еще раз, следующий раз,